Всем здорова дорогие друзья, с вами Даваска и в этом видео мы будем оценивать сеты мажоров СНГ региона. А также я хочу напомнить именно тебе, что в моем телеграм канале еженедельно проходит розыгрыш на прокачку вашего аккаунта. На этой неделе будет прокачка на целых 30 тысяч алмазов. А также прямо сейчас там проходит конкурс на прокачку на 10 тысяч алмазов на 2 500, а также целых 3 промокода на Бритовый Эндрю. Поэтому переходи в мой телеграм канал, подписывайся и тыкай кнопочку участвовать. А сейчас мы переходим к мощнейшей оценке, потому что на первом месте находится игрок, который купил целых 10 тысяч медалек. Я желаю именно тебе приятного просмотра, если ты до сих пор не подписался на канал, то самое время это исправить. Всем, кто кушает, приятного аппетита, погнали. Первое место, 10 тысяч медалек. Когда вообще такое было последний раз, давайте посмотрим на его сетик. Вот такой вот красивенький и розовенький, если я не ошибаюсь, тут каждая шмолка с разного набора. Все великолепно, шикарно, конечно же, 10 из 10. Следующий игрок, второе место, 5448 медалек. Давайте посмотрим, в каком сетике играет он. Вот такой вот, ну, он, конечно, интересный, но под вот этот торс пихать вот эти обычные гештанишки, ну, такое себе. Давайте поставим 7 из 10. Третье место, 5013 медалек. Давайте посмотрим, в каком сетике играет он. О, это Карпуша, у него всегда великолепные сетики. Вот такой вот шикарный сетик, черно-золотой. Конечно же, мы ему ставим 10 из 10. А следующего игрока я хочу просто так вам показать в этом видео, потому что он каждый месяц ждет оценочку и попадает в топы. Вот такой вот у него великолепный, черно-бело-филетовенький сетик. Все шикарно, великолепно. Есть анимация и на обуви, и на торсе. Все просто великолепно. И ему мы тоже ставим 10 из 10. Следующее у нас, четвертое место. Давайте посмотрим, в каком сетике играет он. Вот такой вот, ну, он тоже в какой-то сетике бело-филетовый. Тут на массовой сетике присутствует красный цвет, которого больше нету в сете. Ну и торса со штанами смотрится такой о себе. Если я не ошибаюсь, то скоро в игре должны появиться филетовые штаны Ангела. И вот тут они будут смотреться прям великолепно. А так пока что 8 из 10. Следующий ВТБ 2028 медалек. Давайте посмотрим, в чем играет он. Вот такой вот сетик. Ну, тут только кепочка все чуть-чуть испортила, потому что есть желтая буковка F. Поэтому 9 из 10. Дальше Вагнер 1550 медалек. Давайте посмотрим, в чем играет он. Тут у нас торс и маска с одного и того же набора. Штанишки Ангела белые. Давайте 7 из 10. Дальше седьмое место. Вано. Получается мой ее тезка. Давайте посмотрим, в чем играет он. О, прикольненький сетик, но штанишки под этот торс можно было бы подобрать поинтереснее. Поэтому 9 из 10. Дальше Халик. Восьмое место. 1111 медалек. Прямо он идет великолепно. Так, вот такой вот у него сетик. Все прекрасно, но почему грим желтый? Возможно, под вот эту небольшую анимацию МБ-40. Ну и плюс футболка у нас прямо черная, а маска и штанишки, они такого серо-красного цвета. Поэтому 9 из 10. Торс, я думаю, можно было бы подобрать поинтереснее. Техаса в 9 место. В каком же сетике играет этот игрок? Вот так. У нас получается тут три шмотки с одного и того же набора. Честно, я не вижу смысла такого оценивать, потому что почти фулл сет. Это один и тот же костюмчик. Дальше у нас идет вот такой вот интересный женский сетик. Почему-то с зеленым и желтым цветом снизу, а сверху все черно-красненькое. Ну, давайте 8 из 10. Дальше BMW M5 F90. Competition! Ага, у нас какой из этих будет? Вот такой вот женский. Ну, блин, тут, по-моему, могут быть... А, это все шмотки с разного набора. Великолепно. Но масочка, честно говоря, такая себе. Поэтому давайте 9 из за 10. Дальше Львица. 12 место. Предвкушаю женский сетик. Возможно, да, возможно, нет. Ну, юбочка и торс, в принципе, смотрятся интересно. Блин, а как будто бы годно. Я, конечно, сильно за женские сетики не шарю. Но этому сету хочется поставить 10 из за 10. Дальше скрет. Давайте посмотрим. На 13 место. Какой же у него сетик? О, шикарный. Черно-красный. Ну, банданка, конечно, чуть-чуть подкачала. Потому что она белокрасная. Сюда бы чисто черную масочку. И все. И было бы великолепно. 9 из за 10. Дальше GamerX. Если у него... Я надеюсь, что у него сетик. Не с торсом бандита и штанами с первого пропуска. А, нет, у него вот такой вот со сланцами. Ну, давайте 4 из за 10. Потому что тут торс с золотой. Штанишки черные, белые, а бирюзовые. Ну, и сланцы тоже. Дальше Лонер. 15 место. Давайте посмотрим, в каком сетике играет он. Шортики. Желтые. Вот если бы штанишки были бы черные, было бы великолепно. А так 8 из за 10. Дальше Полякова. 16 место. Давайте посмотрим, в чем играет он. А, она. Извиняюсь. Вот такой вот сетик. А красный цвет есть и на торсе, и на штанишках. Все великолепно. 10 из за 10. Дальше Гризли. 17 место. Давайте оценим его сетик. Я помню, у него был великолепный такой черно-бело-голубой сетик. Всегда основной. Но сейчас у него вот такой вот зеленый штанишки ангела. Нету больше зеленого цвета в сете. Поэтому 9 из за 10. Брюнетка. 18 место. Давайте посмотрим, в каком сетике играет она. Классненький сетик, но как будто бы вот эти топотульки хочется поменять. 9 из за 10. Дальше же... А, Странник. 19 место. Чуть его не пропустили. Так, какой у него сетик. О, балдежный. Но, возможно, торсы и штаны. Да, с одного и того же набора. И кроссы сюда не сильно подходят. Поэтому 7 из за 10. Идем дальше. Жека. 20 место. Вот такой вот у него сетик. Штанишки черные с золотыми элементами. Кроссы с бирюзовыми. Ну, честно говоря, 8 из за 10. Дальше Кайман. 21 место. Давайте посмотрим, в каком сетике играет он. Хм. Вот если бы масочка была чисто черная, либо же черно-зеленая. Хотя на футболке есть фиолетовые элементы. Как будто бы это смотрится интересно, но как будто бы что-то хочется поменять. Давайте 7 из за 10. Дальше Морозов. 22 место. Давайте посмотрим, в каком сетике играет он. Вот такой вот. Кроссы нужно поменять на какие-нибудь там серо-красные, либо бело-красные. И будет великолепно. А так пока что 9 из за 10. Дальше Артемида. 23 место. Давайте посмотрим, в чем она играет. Хороший женский сетик. Тоже можно смело ставить 10 из за 10. Дальше Дамир. 24 место. В чем же он играет? О, фулл костюмчик. А, ну это фулл костюм, да? Да, это фулл костюм за пополнение, если я не ошибаюсь. Дальше Булыжник. 25 место. Посмотрим, посмотрим, оценим. Так, прикольное сочетание, но хочется желтого цвета чуть-чуть побольше. Потому что тут у нас анимации на торсе. Если бы, допустим, или грим, или кроссы были бы желтые, было бы интереснее. А так, пока что 9 из 10. Ангел. 26 место. Вот он, кстати, собирает все четверки. И посмотрите, насколько это круто смотрится. Да, конечно, у него вот тут вот не все четверки, но последние месяца у него прям идут все четверки. Молодец, но чисто фиолетовый топ-преступник. Кайфарик. 27 место. Давайте посмотрим, в чем играет он. Чисто стартовый костюмчик. Это первый пропуск, который он купил. И сразу же взлетел в топ-100 региона. Дальше Рагнари. 28 место. И в чем же играет она? Походу, это девочка. Вот такой вот сетик. Тут у нас торс и штанишки 100% с одного и того же набора. Опять же, три шмотки с одного и того же набора. Честно говоря, я такой оценивать смысла не вижу. Почему? Уже объяснял чуть-чуть. Повыше тоже была подобная ситуация. Вот такой вот сетик. Фиолетовые штанишки. Красная панамочка. Белокрасные кроссовочки. Ну, давайте 6 из 10. Дальше Муслим. 30 место. Посмотрим, в каком сетике играет он. Ну, если бы торс был, кстати, наверное, я даже Синьяня за один чертеж. Либо же у нас есть голый торс с красными татуировками. Возможно, смотрелось бы интереснее. А так, давайте 7 из 10. Дальше 31 место. Посмотрим, в каком сетике играет этот замечательный молодой человек. У него торсы и штаны, опять же, с одного и того же набора. Да, и масочка с бирюзовыми элементами. Давайте 7 из 10. Дальше 32 место. Чуть-чуть не читаемый ей теник. Ну, лично я не понимаю, что тут у нас написано. Интересный сетик, но пихать под этот торс и штаны ангела такое себе. Можно было бы сюда пихнуть обычные черные жинсы и было бы интереснее. А так, давайте те 9 из 10. Улыбнись. 33 место. Давайте посмотрим. Вот такой вот у него сетик. Как давно я не видел штаны техника вообще в разных сетах. Смотрится интересно, но голову нужно поменять. Плюс у нас торс и обувь с одного и того же набора. Давайте 7 из 10. Дальше 34 место. В каком же сетике играет он? Ну, я так понимаю, это рофельный сет. И плюс у нас торсы и штаны с одного и того же набора. А дайвин у нас на 35 месте. Какой-то тики-токер, скорее всего. Ну, как по мне, торс нужно и маску поменять. Давайте 7. Дальше 36 место. Посмотрим, в каком сетике играет этот замечательный игрок. Угу. Но тут у нас и голова зомби самурая. А как под нее отыграть, чтобы было великолепно? Это только, наверное, обувь поменять на белокрасную. Но тогда будет, ну, так себе смотреться. Ну, давайте опять же 7. Дальше 37 место. Посмотрим, в каком сетике играет следующий игрок. Прикольно, но зачем эта обувь? Я не понимаю. Ну и штаны можно было бы сюда подобрать интереснее, а не обычные красные штаны ангела. Давайте 8. Дальше 38 место. Давайте посмотрим, в чем играет он. Торс нужно поменять. Либо штаны и обувь. 7. Дальше Владос 39 место. Давайте посмотрим, давайте оценим. Чисто фулл костюмчик Рагнарька. Ну, он играет в фулл костюмчике, а почему бы и нет, если он ему очень сильно заходит. Так, у него вот такой вот сетик. Вот эта голова и торс очень интересно смотрятся, но штаны исландцы сразу же мимо. Давайте 6 из 10. На этом у меня все. Не забывайте, что в моем телеграм-канале ежемесячно разыгрываются прокачки на 20 и более 1000 алмазов. Поэтому подписывайтесь. Ссылочка на мою телегу в описании. Всем от души за просмотр. Всем удачи, всем пока и да пребудет с вами стиль. Субтитры сделал DimaTorzok